Так, прием, Серега, ты здесь? Ты... Да, да, здесь, я уже на шоссе выехал. Офигенно, офигенные, кстати, качества, я думал, наши рации на таком расстоянии не будут реагировать. Короче, ребята, смотрите. Ну что ты хотел, специализированные военные в магазине все-таки брали. Ну да, это отлично, дороги еще стоят, офигенно... Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Что с человеком? Что с собакой? Представляю вашему вниманию онлайн-магазин лицензионных игр. Низкие цены, широкий ассортимент, круглосуточная поддержка, гарантии и, конечно же, отзывы. Здесь вы действительно сэкономите свои деньги и приобретете качественный товар. Ссылка на магазин находится в описании. Заходи, не пожалеешь. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами Диман. И сегодня у нас новенькая серия нашей своей любимой реальной жизни. И сегодня, как всегда, я не один, но я с Серегой поздоровался. Всем привет! Ребят, сегодня у нас, честно сказать, понедельник. И как бы я должен отвезти сына в школу, но какой замечательный день. Какой замечательный отец. И я думаю, что сын будет не против, если мы прогуляем сегодня. Как считаешь? Ну, я, конечно, не против. Только маме об этом не говори. Потому что, ребята, машину я оставил. Очень было много криков, оров, о том, что ты дебил и прочее. Как бы, ребята, со мной были не согласны. И у нас маленькие еще нововведения, которые, в принципе, вы уже должны были бы заметить. Поэтому, ребята, кто заметил, тот, в принципе, молодец. Пишите в комментариях, и самый такой вот прям офигенный подписчик, который действительно следит за каждым кадром. И кто найдет эти пасхалочки, тот, в принципе, у нас будет в следующем ролике нами оповещен. Как бы мы расскажем о нем, что он действительно все нашел, и он реально молодец. Тот будет красавчик. Да, ну, а если конкретно, то у нас изменения чисто в двух вещах. То есть, дальше уже сами. И да, ребята, по поводу машины я оставил ее. И, в общем, друзья, я думаю, что нужно ее сегодня немножечко проэкспериментировать. Тем более, знаешь, что, давай, наверное, на двух поедем за город. Там меньше ментов. И, соответственно, за городом мы уже немножечко покатаемся. А потом и твою машину протестируем. Как считаешь? И заодно, может быть, проверим, где быстрее будет. Доехать до шоссе. Ну, это уже, давай, чуть позже за городом. Там, по-моему, есть какие-то такие трассы. И там как раз-таки мы и проверим, чья машина все-таки быстрее. А, кстати, мне кажется, твоя будет быстрее, потому что у меня немножечко движок, походу, накрывается медным тазом. Я, ребята, немного, ну, точнее, пару раз лаунч сделал. И в итоге это просто жесть. Она не едет. Моя машина реально больше не едет. Я не знаю, что с ней делать, но, вероятнее всего, я буду делать новый двигатель. Возможно, ставить. И, соответственно, новый чип и прочее. Короче, я не знаю. Видимо, из-за того, что мы мощности ей прибавили, сын, она у нас решила умереть. Да. Но, ребята, она еще все-таки может. И я сегодня продемонстрирую, что она может на последнем издыхании. Короче, ладно, по машинам. Так, ребят, ну что же, в принципе, мы выехали. Сейчас поедем мы за город. И я надеюсь, что... Серега, ты там не отстаешь? Не-не, я не отстаю. Мы также купили, ребята, рацию. А ну, давай, обгоняй, что ли, меня. Буду наблюдать, как ты поедешь. Отлично. Короче, ребята, мы... Да, иду за твоей бэхой. Да. Да, купили, короче, две рации, и поэтому... Ты что, опять решил по райончику проехаться? Или ты все-таки... Ну, блин, мне очень нравится. Я хочу покататься. Окей, ладно. Короче, ребята, купили рации, и теперь вы будете слышать Серегу, как он будет разговаривать. Ну, и, соответственно, теперь у нас будет, скажем так, полноценные покатушки по городу Лос-Антос. Так, ладно. В принципе, давай уже, наверное, выезжать из города, и там уже будем экспериментировать, кто же, на самом деле, быстрее из нас. Да? Да. Погнали. Так, прием, Серега, ты здесь? Ты... Да, да, здесь. Я уже на шоссе выехал. Офигенно. Офигенные, кстати, качества. Я думал, наши рации на таком расстоянии не будут реагировать. Короче, ребята, смотрите. Ну, что ты хотел? Специализированные военные в магазине все-таки брали. Ну, да, это отлично. Это отлично, да. В принципе, ребята, мы разделились. Теперь я еду по одному шоссе. Серега едет совершенно по другому шоссе. У него также стоит видеорегистратор, и, соответственно, мы все покажем вам, кто же, на самом деле, был быстрее. И сегодня у нас будет маленький челлендж. Мы должны добраться до озера. В принципе, расстояние одинаковое. По-моему, одинаковое. Мы там считали вроде бы. Только давай так, смотри, стой. Мы же хотели выяснить, где путь короче, где длиннейше. Вдруг в дальнейшем пригодится. Давай особо сильно не гнать. Примерно там 70-80 км в час, чтобы проверить именно никто быстрее, а где длиннее. Ну, окей, хорошо, договорились. В общем, проверяем путь, какой все-таки выбрать для того, чтобы отправиться до этого озера намного быстрее. Надеюсь, менты не стопорнут меня. Я тоже надеюсь. Я 80 буду держать где-то, окей, хорошо. Хорошо, я где-то так же. И, в принципе, доезжаем. Место встречи у нас будет озеро. Соответственно, ребята, вы сейчас видите от моего лица, а потом мы также вставим от Серегиного лица. И если какой-то эпик будет происходить, то, соответственно, вы это увидите. Блин, 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 что же делать? Менты на хвост сели. Алло, прием, прием. Алло, пап, тут? Алло, да, что такое? Менты на хвосте, что делать? В смысле менты? Менты за мной едут. Видели, ребенок за машиной, и началась погоня. Ты можешь их скинуть со своего пути? Они меня стопят, они меня стопят. Фак. Рассказы прям передо мной виляют. Блин, Серега, я... Ну, это... Это высокий штраф. Серега, попытайся как-нибудь их скинуть. По бездорожью попробуй поехать как-нибудь, я не знаю, но попытайся скинуть. Так, хорошо. Давай, я в тебя верю. Я уже почти подъехал к озеру. Молево может свернуть. Я уже почти подъехал к озеру. Ты там где уже? Я почти у озера справа от него. Сейчас свернул на бездорожье, вот свернул. Пытаюсь уехать. Блин, камни много. Окей, 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 окей. Ладно, подъезжай к озеру, сейчас что-нибудь решим. Хорошо, хорошо, еду, я уже рядом. Алло, алло, прием. Да, что такое, что ты? Ты справился? Я уже возле озера, да. Я более-менее справляюсь. Вроде бы отстали. Смотри, я... Как тебе объяснить? Возле городка, короче, там еще типа гонки проводят. Ну, короче, едь по... По за озером, и я думаю, ты должен меня уже встретить. Ну, или найти как минимум, окей? Хорошо, еду. Давай, давай. Серега, ну вот как ты мог... Блин, менту нагреть на себе? Я просто не понимаю, господи. Фу, да как, видели ребенка с машиной, вот и поехали. Жесть. В общем, я не знаю, давай, наверное, все-таки покатаемся тут. В принципе, смотри, какие классные виды, да и погодка вроде бы... Ну, не сказать, что прям офигенная, но я просто хочу на бэхе покататься на твоей. Вот серьезно. Блин, если будет немного штормить, это классно, озеро волнуется. Классно смотрится. Короче, смотри, наверное, да, мы мою машину тут оставим, я думаю, ее никто не тронет. Покатаемся минут, не знаю, 20, а потом вернемся и поедем домой, да? Как считаешь? Да, я надеюсь, ее никто не возьмет. Блин, Серег, я тебе говорю, мне очень нравится машина, тебе-то как? Ты уже сколько на ней ездишь-то? У меня 2-3 точно? Ну да, блин, это очень классно. Главное, чтобы сейчас менты по номеру там не пробили ничего. Да, не ссы, успокойся, я уже 100 раз от них угонял. Вот если я за рулем, вообще можно не переживать. Сколько на ней разгонял, максимум? Максимум разгонял? Максимум, ну пытался, где-то до 80 см, дальше спугался. Да? Ну я, он уже 110 на ней разогнал. А, это же, это миль, это миль, это миль, это не километры. Ребята, переводите, короче, в километры, сколько вот 110 миль в километрах. Да и вообще мы сейчас ее замерим. Мне просто интересно, сколько она максимум выдавливает. Просто жесть. Осторожно, пожалуйста. Да я не разобью ее, успокойся, все нормально будет. Ты что, уже боишься, что ли? Немножечко. 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 112. Ребята, 112 миль в час, переводите в километры, и мы узнаем настоящую максимальную скорость этого автомобиля. Но я потом посмотрю, короче, я честно не знаю, но по-моему там где-то около 200 где-то нам должно ехать. Кто будет прав, в комментарии попадет. Да, ребят, кто правильно напишет, тот попадет в следующий ролик. Ладненько, давай мы, я не знаю, попробуем еще покататься где-нибудь здесь, посмотрим на пейзажи, посмотрим, как она справляется с поворотами, и вообще, как она держит дорогу. Да, погнали, там и проедем. Не, Серега, у тебя тачка реально, она прет прям, вот мне нравится, как она на дороге еще стоит, офигенно. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Что с человеком? Что с собакой? Твою мать, Серега, прости. А что нам по полуку плетело? Я не знаю, может вот этот чувак? Охренеть. Это же мотоциклист, я так понял, да? Ну, так он сам виноват. Да. Охренеть. Блин, я не могу смотреть, мне сейчас тошнит. Это ты, что ли, с руки вдал... Или это ты головой ударился? Я не знаю, что... А где собака? А где собака? А куда собака делась? Она же тут была, да? Нет? Или я что-то путаю? Да, но тут... Менты. Серега, менты. Тихо. Серега, менты. Стань, прегради, прегради мотоциклиста. Да как? Я не вижу. Ты видишь собаку? Да не вижу я ее. Твою мать! Серега, нам нужно валить. А, это скорая. Скорая, скорая, скорая. Серега, ладно, валим отсюда. Просто валим отсюда. А собака? Серега, ну, блин. Садись бегом. Садись бегом, просто. Ну, как же так? Серега, ну, что мы можем сделать? Ну, я не знаю. Давай вернемся позже, как там все уладится. Ладно, его сейчас заберут, и мы вернемся. Правда, мы вернемся, Серега. Главное, главное, что... Блин, ну это же, это срок. Это реально срок. Ты же понимаешь, что меня могут посадить за такое вождение? Твою мать. Ну, блин. Ладно, сейчас вернемся, не переживай. Блин, Серега, я не знаю, там, возможно, ментов полно. Ну, вот нахрена, ну... Да, уже время не так-то прошло. Да, ребят, прошло уже часа два, как минимум. Это прям сто процентов. Сколько вообще сейчас времени у нас? Там люди. Восемнадцать, десять, восемнадцать, десять. Тут люди, тут люди, тут люди. Ладненько, давай мы, короче... Главное, что собака не умерла, жалко будет. Давай мы, короче, сейчас, в общем, посмотрим, если ее там не будет. Ну, Серега, ну, сам понимаешь. Серега, ну, там ее точно нету, даже если я ее отфутболил, она бы... Ну, она была бы здесь, но я не вижу ее, ты ее видишь? Блин, где же она? Стоп, что, тут тоже нету как бы... Стоп. Ты видишь ее, Серега? Что? Это она. Вот она. Она еще и с ошейником. Ну-ка, подожди, я сейчас проверю пульс. Так, ребят, короче, мы забрали собаку, она вроде бы дышит. Блин, правда, немножечко загадили Бэху, но Серега очень-очень-очень хотел ее забрать, поэтому, ребят, ну, я не мог. И мне ее стало очень жалко. Я не понял, как вообще это все произошло. Я пересмотрю этот кадр. Вообще, как это могло быть? Я вроде бы ехал, и там... Я не знаю, ребят, я просто должен это пересмотреть. Я... У меня до сих пор... Сейчас вот руки трясутся, и, короче, мы едем до озера. Серега, ты готов же на моей машине доехать домой? Потому что машину же не будем оставлять там. Да, я смогу доехать, только на этот раз поеду как-нибудь покольными путями. Смотри, мне все равно, когда ты приедешь, мама уже звонила, она очень переживает, но главное, ты берись в порядке. Не разбей машину и не норвись на ментов, пожалуйста. Так-то у нас есть, что рации есть, мы что, свяжемся, что, что-нибудь скажу тебе. Хорошо, смотри, с другой стороны, твоя машина черная, она никем вообще, ну, не была, не спалилась, ничего. То есть она полностью чистая. То есть ты можешь спокойно ехать и не переживать. А вот эта Бэха, она, во-первых, попала в аварию, во-вторых, ее срисовали, скорее всего, номера. Вот, третьих, ты на ней угонял, то есть, ну, ты сам понимаешь, да, пучок полностью всех вот этих вот... Ну да, а что с собакой будет? Собаку я отвезу к ветеринару. Прямо сейчас я туда и отправлюсь, после того, как мы заберем нашу машину. То есть ты едешь домой, я иду к ветеринару, и потом мы, в принципе, дома встретимся. Я расскажу, что будет с собакой, и, в принципе, ну, я думаю, что будет все хорошо. Тем более, ну, просто удар, как бы, собаки-то они живучие, сам понимаешь, да? Ну да, я... Сорян, прости, прости, я отремонтирую твою машину, вот, правда, у меня еще остались деньги, и я отремонтирую твою машину. Вот это просто меня бесит, разбитое стекло, ну, ну, прости, ну, ну... Стекло дешево поменять же. Я виноват в том, что разбил твою машину, ничего страшного, я все отремонтирую, Серега. Какая моя? Сколько мне лет, чтобы она моя была? Ну, я же тебе ее подарил, поэтому она твоя. Ладно, ребят, сейчас мы, короче, уже подъезжаем к озеру, там поменяемся. Ну, в общем, наверное, может быть, даже на этом все, хотя, может, еще включусь, расскажу, что с собакой-то. Ну, я, скорее всего, уже точно буду прощаться, всем пока, ребят. Так, ребят, уже поздняя ночь, в принципе, Серега поехал вроде бы домой, все нормально, как бы. Так, у нас что тут по времени-то? 22.02, я еду в город, я очень сильно устал, плюс разбитая машина, блин, я, походу, то ли заблудился, то ли хрен его вообще пойми, что делать. Короче, ребята, отправляемся, сейчас мы домой, собаку, в общем-то, к ветеринару, я еще даже не звонил ему, сейчас разбудим еще человека. Блин, я на какую-то ферму приехал, я так понял, да, или что это за дерьмо вообще? Я просто поехал по другой дороге, думал, так будет быстрее, но оказывается, что ни хрена не быстрее. Ладно, ребят, в общем, придется сейчас человека еще, в общем-то, разбудить, чтобы он принял нашу собаку. И да, если все будет хорошо, если все-таки собака выживет, мы заберем ее к себе и, соответственно, Сереге подарим. То есть, ребят, блин, я так жаль ее, вот реально я просто вот вспоминаю, как это все произошло. То есть, просто мгновение, удар, бах, мотоциклист туда, я не знаю, что с этим человеком. Там собака туда, ну, скорее всего, человеку-то помогли, там была скорая помощь, а вот собаку до последнего, ребят, она просто лежала 3 часа. Она, я не знаю, ребят, я даже не верю в то, что она сможет выжить. В общем, спасибо огромнейшее вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, ребята, обязательно пишите в комментарии, чтобы собака, в комментарии, чтобы собака, блин, реально выжила. Чтобы, в общем, Серега поверил в это, чтобы у него была хоть какая-то надежда, ребята. Просто, я не знаю, может, кто-то из вас ветеринар, возможно ли после такого вообще выжить, я просто реально не понимаю. Она вроде бы была с пульсом, но без сознания, я не знаю, ребят, правда. Блин, куда я вообще еду, я... А, фак, я, походу, не туда вообще еду, нам нужно развернуться. А, бред, ребят, я уже так устал, я не знаю, тут еще и бенза в этой машине мало осталось, я не знаю, смогу ли я дотянуть. Короче, ребята, все, на этом точно все, спасибо еще раз огромнейшее за просмотр. Три тысячи лайков, как в предыдущий раз, набираете, сразу же получаете новую серию, я вам это гарантирую. Просто, ребята, все от вас зависит. Ну и, соответственно, обязательно добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте. Это очень просто, репост этого видоса к смен-страничку, и вы автоматом станете моим другом. И сорян, что такая серия коротенькая получилась, наверное, да? Но, блин, ребят, но... Очень много сцен таких вот кровавых получилось, блин. Просто извините меня. Все. Всем удачи, всем пока, не забывайте нажимать на колокольчик и обязательно подписывайтесь, я рад каждому подписчику. Так, во, вроде бы мы едем в город, отлично. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!